а что является в городе конкретно для вас что вы будете улучшать вот это хороший уточненный вопрос смотрите наш город сегодня он для жизни неудобный ну потом город вообще это что такое город такое пространство для жизни в нем живут люди развлекать себя там зарабатывать это то что должны делать сами люди ну то есть бизнес там инвестиции работа есть много вопросов которые общество может решать само там сами проводить какие-то вечеринки вот когда наш город занимается праздниками это такое для меня ну ладно занимать занимается а есть базовые вещи которые каждый город предоставляет как сервис своим жителям зачем они вообще приехали в этот город зачем они в нем живут и в городе есть инфраструктура то есть вот вот эти базовые городские сервисы они являются главным для города и проблема новосибирска новосибирск хороший город по атмосфере динамичный в нем классная общественность у нас до сих пор несмотря на противодействие властей есть независимые сми у нас есть культурные мероприятия у нас есть куда пойти что посмотреть то есть с точки зрения общества новосибирского у нас город классный я думаю не хочу из него уезжать я переезжал в москву пожил полгода мне не понравилась я вернулся новосибирск вполне дает ну конечно это не столичный город, но он вполне себе мегаполис, дает нормальный драйв, динамику, классный круг общения можно собрать, всегда есть там куда сходить, чего послушать, посмотреть. В общем и целом жизнь есть. К нам даже, ну там, не знаю, концерты приезжают, нормальные группы, вообще мы не в деревне живем, но по городскому хозяйству, по инфраструктуре мы реально какая-то деревня. У нас не проходные тротуары, у нас ужасный общественный транспорт, у нас нет нормальных дорог, у нас не чистят снег, у нас ужасно расположены поликлиники, они плохо работают, у нас не очень хорошо все в образовании, про это отдельно большая тема, я сейчас боюсь, если начну, то мы еще на час уйдем. Понимаете, вот те базовые вещи, которые город должен давать жителю, который сам житель не может, вы не можете построить сами дорогу, хотя ко мне приходили классные активисты, вот кого надо двигать в депутаты, бегали-бегали-бегали за мэрией, чтобы им починили улицу, в итоге собрали по пятерке, там частный сектор, собрали по пятерке, набрали 100 тысяч, починили сами, ну это так не должно быть, или когда люди говорят, ну вот выйди лопатой, почисти снег, вот у нас территория перед штабом, мы ее сами чистим, я не жду, что придет локоть и ее почистит, там дорожка, вот парни из штаба берут лопату и чистят, берут лопату и чистят, а при этом город, ну мы не можем с вами чистить, мы платим налоги, и мэр должен эти налоги чинить, так вот, что главное нужно поменять в городе, нужно сделать его удобным для людей, ну просто в нем живут люди, им должно быть удобно, удобно ходить по тротуару, должны автобусы, почему у нас в 9 вечера никуда нельзя уехать, постоянно об этом говорю, почему 9, а почему в 3 часа ночи нельзя поехать, вот в Праге я могу сесть на автобус в 3 часа ночи из любого района в любой район уехать, да, автобус ходит раз в полчаса, а не каждые две минуты как днем, ну он ходит, ну то есть я, например, работал допоздна, вот у меня эфир заканчивается в 22-30 сейчас, там еще полчасика обсудим, там разберем, 11, почему я должен, почему я не могу на автобус сесть и уехать, то есть почему я этим ограничен, это неудобно, почему в поликлинику сокращают, реорганизуют и специалисты начинают находиться далеко и пенсионерке надо по этим сугробам несчастным прыгать, как горный козе, чтобы добраться до конь узкого специалиста, это неудобно, вот это главные вещи, которые должен городской глава заниматься, не Сталина портреты вешать, не Ким Чен Иру памятные доски, не праздниками заниматься, не ля-ля-та-поля, а решать вопросы хозяйственные, в котором в городе людям должно быть удобно, спрашивают, как отношусь к Екатерине Шульман, да нормально отношусь, Екатерина очень полезные, важные вещи говорит, про институты, про, ну то есть такая повестка очень ценная, хорошая, то есть иногда смотрю, не все, честно, смотрю не все ее передачи, тем более, что она там, ну и повторяется, бывает, но давайте, у нас же есть коротенькое видео про местное самоуправление, там же был какой-то вопрос, вот как Конституция влияет на местное самоуправление, можно показать оттуда вырезку, вполне она актуальная. Почему уровень местного самоуправления это такой важный, значимый, может быть, самый значимый уровень этаж демократического механизма? Ну, во-первых, потому что он самый массовый, люди живут там, где они живут, как омерзительно сказано в этой поправке, на территориях, на которые они населяют, в качестве населения. Муниципальный уровень, уровень местного самоуправления самый близкий к людям, это тот, с которым они непосредственно сталкиваются. Поэтому муниципальные выборы, это не только великая школа демократии, это, собственно, ее фундамент, это ее базис. В политической системе здорового человека, в отличие от политической системы курильщика, именно на муниципальном уровне происходит рекрутирование будущих политических кадров. Именно через муниципальные выборы проходят те, кто потом становится депутатами представительных органов уже на уровне всей страны и дальше кандидатами на все другие высокие, самые высокие выборные должности. Эти люди не хранятся где-то в прохладном месте, где их прячут от публики, чтобы она не разочаровалась раньше времени. Наоборот, они выбираются, они бесконечно избираются, они баллотируются на каждой сельской ярмарке, терпят неудачи, потом у них что-то получается, потом они идут вверх, таким образом они приобретают тот опыт, который необходим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok